Всем привет, меня зовут Илья. Наконец-то после перерыва я сел записывать новый басовый поток. Сегодня у нас тема будет супер мало освещенной, но при этом гиперважная. Мы поговорим о группировке нот, об акцентах, о фразировке и как это все влияет на музыку и для чего это все нужно. Разберем на примере разных размеров, начиная с 4 четверти, 4 четверти, 5 четверти и 6 четверти. Посмотрим, какие варианты, самые основные группировок нот и для чего это все нужно. Бонусом ко всему этому будет мейн риф песни «Зимняя группа Джанейр» прямиком как в 2007 по незначительным и немногочисленным заявкам трудящихся. Так как я не нашел разборов этой песни, ни нот, ничего не тапов, решил сюда добавить. Пусть будет для истории. В общем, вкратце, на данный момент времени у меня идет подготовка концерта, который будет в июне в нашем городе одного композитора. Музыка будет авторская, композиторская. Но сейчас не об этом. И в рамках подготовки к этому концерту я прописывал басовую линию для того, чтобы была фонограмма. Бывает так, что когда собирается много музыкантов, которые никогда раньше не играли, плюс сложный материал, бывает так, что на практике прописывается фонограмма для того, чтобы потом звукорежиссер подмешивал эту фонограмму, этот плюс к игре музыканта, потому что все заняты, у всех миллион проектов и когда они собираются на какой-то один концерт, бывает, что это необходимо. В общем, работали мы сейчас над записью фонограммы, я прописывал бас и столкнулся с такой вещью, как обязательность группировки нот. Почему в данном случае это важно? Потому что запись идет отдельно каждого музыканта и группировка и акценты должны быть одинаковые, иначе все развалится, иначе не будет звучать, как будто все будут разную музыку играть. На самом деле, если быть честным, я не пытаюсь никого научить, потому что это невозможно, нельзя научить человека, человек может лишь сам научиться. Я могу лишь направить, могу лишь дать пищу какую-то для ума, чтобы человек посмотрел, задумался и может быть он будет уже не таким человеком, которым был в начале этого видео. Я думаю, вам будет интересно, потому что тема реально полезна и для профи-музыкантов, и для любителей, а некоторые вообще даже не знают, что такое группировка, зачем это надо, акценты считают, что это какой-то шлак. Как мне кажется, у любого музыканта, гитариста, бас-гитариста, мне важно, любого, у него какой-то существует внутренняя, уже привычная ему группировка, он привык так акцентировать, и он всегда так играет. Например, когда я совершил инструмент, мне делать нечего, я начинаю какую-то нести ересь, поливать какую-то ерунду, но у меня все равно присутствует своя, своя вот эта вот группировка, своя акцентировка. Я не играю ровные одинаковые ноты, у меня каждая нота по динамике разная, и я так привык играть, и этому хорошо учат джаз, фьюжн и прочее. Но как я через это прошел, мне не составляет труда делать эти акценты и играть выразительно, с дыханием, потому что, объясню, когда человек говорит на языке каком-то, в данном случае на русском, он не говорит же, вот так, правильно, у него какие-то динамические всплески, где-то он может матернуться, пикануть, или еще что-то, или просто сказать тихо что-то, то есть постоянно речь динамичная, речь не однотонная. И то же самое в музыке, когда мы играем что-то, какие-то фразы, мы должны делать это с выражением, то, что нам нужно, мы это выделили, то, что нам не нужно, мы это смяли. Лично я уже не играю ровных восьмых никогда и ровных там каких-то шестнадцатых, всегда существует своя фразировка, но вернемся к началу того, что я говорил. Бывает так, что написано, бывает так, что по тексту надо сыграть именно по тексту, а ты не готов к этому, ты привык к своей фразировке, привык к своему, к своей дружухе, всю жизнь так играешь, но чувак, ты пришел на работу, например, чувак тебе поставил ноты, и там есть своя группировка, свои акценты, ты должен помимо то, что читать с листа это, ты еще должен и правильно расставить, чтобы человек, чтобы было так, как надо, чтобы звучало как надо, потому что если одни и те же ноты сгруппировать по-разному, расставить разные акценты, то музыка другая будет. Начнем с самого простого, с размер 4 четверти, группировка по две ноты, поп-роковая группировка на сильные восьмушки. Буду рассматривать, например, восьмых, почему на восьмых, потому что проще понять, акценты ставятся на сильные восьмушки. Идем далее, немножко усложним задачу, загруппируем ноты не по две, два-два-два-два, а три-три-два, например. Получится, что у нас акцент на сильные доли также, это та же поп-роковая группировка. Получится это так. Соответственно, звучит это не так, да? Звучит по-другому, совершенно другая музыка. Мы можем сделать с этим все, что захотим, например, поставить двойку посередине и сделать три-два-три, а не три-три-два. Тем самым у нас получится две восьмушки будут попадать на слабые доли и тем самым как-то сделать более фирменный вот этот грув в сторону какого-то соло, в сторону фанка. Это будет выглядеть та-ту-ту, та-ту-ту. Совершенно другой рисунок. Сыграть это можно так. Может быть, для некоторых будет удобнее делать акцент указательным пальцем. Лично для меня, скорее всего, да, удобнее. То есть указательный у нас немножко посильнее будет, чем средний. И... Особо догадливые из вас уже, наверное, догадались, о чем я буду говорить дальше. А дальше я буду говорить о слабых восьмых акцентах на слабые восьмые, которые так мучают умы людей, которые забрели в джаз. В джаз, свинг и прочие соло-фанковые темы, где слабые доли очень сильно важны. Покажу я на примере бибоповой фразы, стандартной. Таких миллион фраз играется по всему миру. Звучит она вот так вот. Еще раз. Здесь играется примерно следующее. Мы делаем акценты на слабые восьмушки. Вот так вот. Немножко подытожим. Откуда берутся акценты? Попробуем разобраться. На самом деле это не просто решение какого-то там барабанщика или басиста. Вот мы играем и здесь акценты ставим. Это все идет от мелодии. Мелодия альфа. Мелодия задает эту акцентировку и полностью определяет линию баса. Как-то по сторис об этом сказал, что мелодия определяет полностью линию баса. И где она определяет? Я тогда, когда это услышал, задумался. И на самом деле есть некоторые моменты, некоторые фишки, которые, как это сказать, нормальным языком человеческим, которые нам показывают, что нужно сделать акцент в мелодии. Первое, первое то, что на это указывает, это легато. К примеру, я исполнял данную фразу, бибоповскую. У меня перед каждым легато есть акцент. То есть, когда я делаю вот это легато, я делаю акцент. Всегда. Перед игрой легато, перед игрой вот этих мини-хаммеров, которые делают легато, играется акцент. Соответственно, дальше барабанщик у нас, там, басист барабанщик видит и все, слышит. Они уже под это подстраиваются. Потому что в этой фразе есть некая мелодия, да, некие факторы, указывающие на вот эту мелодию и на то, что как это все будет дальше в ансамбле играться. Второе, что нам показывает на наличие акцента, можно догадаться, это очевидно, это синкопа. Синкопа это есть акцент на слабую долю. Если мы видим в нотах синкопу, то есть, например, на И залегованная нота, как правило, здесь играется акцент. Значит, в рифе здесь у нас акцент. Движемся дальше, переходим к 5 четвертей. 5 четвертей это сложный размер, и в сложный размер в музыкальных кругах принято делить на 2 простых. Например, 5 четвертей можно поделить на 3 четверти плюс 2 четверти. Получится 5 четвертей. Самая распространенная группировка в 5 четвертей, когда мы делим 3-3-2-2 или 3-3-4. К примеру, есть известная вещь Дэйв Брубека, все знают, Tech 5, да, там, тату-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Без этой группировки эта вещь не прозвучит. Именно только в такой группировке она звучит, только в таких акцентах. Если мы расставим по-другому, это уже не будет Tech 5. Например, да, как она там звучит? У меня жестко разряжается камера, поэтому приходится иногда торопиться. Второй вариант группировки это 4-2-2-2. Тату-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Получится вот такая тема. Далее вы можете сами поэкспериментировать, поменять местами эти группировки, как-то придумать свои, самому потренироваться. Я лишь показываю некоторые, которые самые распространенные. В заключение, пока мне не села камера, подведем итоги. Конечно, если вы играете дома для себя, то это важная информация, безусловно, но не критично важная. Вы играете как вы хотите, у вас нет строгих целей, у вас нет строгой фразировки, нет ансамбля, например, где нужно играть так. Или вы записываетесь на студии и нужно сыграть по тексту, потому что другие музыканты сыграют по-другому. Вы сыграете так, эти сыграют сяк, и не получится то, что нужно, то, что задумывалось. В таком случае это супер важная инфа. Но если вы играете для себя, это тоже важно для того, чтобы сделать вашу игру более музыкальной, прокачать понимание вообще музыки. Потому что одно дело технично круто играть, а другое дело понимать музыку. Это разные вещи, которые также важны, одинаково важны, я бы сказал. Поэтому я надеюсь, это видео было полезно. Эти упражнения помогут вам позаниматься, помогут прокачать скилуху. Заходите в группу ВК, там будет вся инфа к этому видео, прикреплено упражнение, нотки. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, там все как обычно. На этом все сегодня. Всем спасибо, что смотрели. Обязательно приходите еще на канал, обязательно подписывайтесь. На этом все. Всем пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok